Как жизнь молодая? Хорошо. Спустя полгода Настя наконец-то улыбается. В детском энкоцентре она буквально родилась заново. Изменилась и внешне, и внутренне. Десятилетней девочке удалили две трети печени, пораженной раком. Такой операции в больнице еще не делали. Вот опухоль, и вот ее здоровый участок. Вот этот вот участок мы и оставили. Вот видите, какой все, два сегментника. Это вот все была опухоль. Страшный диагноз дочери для Татьяны прозвучал как гром среди ясного неба. Летом она заметила, что живот Насте неестественно раздулся. Она сама по себе была, как шарик вздутый. То есть сердце у нас находилось вот тут. Все сдавило, что и грудная клетка была вздутая. После первой биопсии нам брали живот, у нас стоял дренаж. То есть из дренажа выходила эта вся жидкость, которая выделяла печень. В больнице Краснотуринска Насте сделали биопсию. И с диагнозом рак третьей степени увезли в Екатеринбург. Местные врачи подтвердили, нужно делать операцию. Ведь химиотерапия могла убить маленькую пациентку. Впрочем, и хирургическое вмешательство было рискованным шагом. Шансы на успех составляли лишь 20%. За жизнь Насти несколько часов боролась бригада из семи медиков. Девочки вскрыли брюшную полость и грудную клетку. Сначала освобождали перекарт, освобождали сердечко для того, чтобы вернуть его на место, для того, чтобы оно билось лучше, чтобы гемодинамика стабильна была. А потом проводили все разделительные вот эти вот резекционные технологии. Риск полностью оправдался. Операция прошла успешно. С тех пор Настю не узнать. Она в прямом смысле ожила и поправилась на 5 килограммов. Печень девочки активно регенерируется. Через некоторое время орган полностью восстановится, обещают врачи. По их прогнозам, уже весной пациентку выпишут домой. И 8 марта Настя встретит абсолютно здоровой. Мария Новикова. Главные новости Екатеринбурга.